Привет, ребят! Пятница, кем я только не работал. Я очень рад, что несмотря на то, что это уже пятый выпуск, все равно не утихает страсть по этой серии. Это прикольно, потому что я наблюдаю за тем, что на канале пятый, шестой, может быть, седьмой выпуск одной и той же серии, вне зависимости от ее интересности, все время спадает интерес. Здесь все хорошо, это очень здорово. Я сегодня обещал вам рассказать о том, как у меня был свой аниме-магазин. Поехали! Ну что ж, ушла эпоха, я уволился из уютного подвальчика. Уволился я потому, что вы много раз спрашиваете, вот там, что, как, ты рассказываешь про то, что ты работал, а как же универ? Я действительно учился в универе, я действительно учился на дневном, и вот уволился из уютного подвальчика, я в том числе потому, что меня стало немножко припекать по учебе, я был на грани отчисления, благо спасибо большое моему замдикану, он мне помог, но в тот момент нужно было совершенно точно сфокусироваться на учебе. Я уволился из подвальчика, занялся учебой и достаточно быстро разрулил все вопросы, которые у меня были, и вернулся к тому, что денежка-то нужна, вроде как уже не мальчик, вроде как сидеть на шее у родителей некрасиво, поэтому нужно что-то делать. К тому времени у меня уже долго была в голове мысль сделать что-то свое, к сожалению, Ютуба в тот момент не было, вполне возможно, я бы уже тогда попробовал начать этим заниматься, ну как, может быть он и был, да, точнее точно был, видео уже выкладывались, но это не набирало такую популярность, да и я на самом деле был достаточно нелюдим, скажем так. Я решил, что почему бы вот на фоне успеха с продажей своих игр, как своих, ну вы поняли о чем я, не сделать какое-то свое дело, но должен признать, что я совершенно не хотел заморачиваться с нюансами бизнеса, с вот этими ИП, с налогами, там это на самом деле самая минимальная проблема, потому что в тот момент, несмотря на то, что 90-е уже закончились, все равно еще ходили целая куча проверок, целая куча пожарных инспекций, там туда-сюда, в общем, если ты не башлял всем налево и направо, было достаточно проблематично заниматься бизнесом, тем более студенту, сколько там мне было, 20 чем-то лет, 20 ли было, да, наверное, 20 уже было. Я решил пойти по простому пути, у меня был товарищ, у которого был магазин сувениров из Индонезии, по-моему, тоже до сих пор существует, и я решил к нему прилепиться, пришел, сказал, Юр, слушай, такие, короче, дела, вот, в общем, у меня есть идея, у меня есть хорошая телега, дай мне какую-то небольшую часть площади твоего магазина, я туда поставлю витрины, я туда привезу товар, мы с тобой как-нибудь, я тебе, может быть, за субаренду буду платить, да, может быть, какой-то процент с продаж, и мы очень быстро договорились, кстати говоря, Юр, если ты вдруг посмотришь, я надеюсь, что ребята тебе скинут, мы вроде с тобой до сих пор общаемся дружим, периодически, хоть и редко, но метко, я прошу прощения ужасно, что не поздравил тебя в этом году с днем рождения, я просрался, Юр, с днем рождения, я тебя очень люблю, братан, спасибо тебе большое, и, в общем, мы договорились, я взял какую-то небольшую часть его помещения, поставил там своих несколько витрин, и, кстати говоря, со временем прекрасно понял вот этот вот бомбеж хозяев, да, про то, что если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам, потому что любой, кто на тебя работает, ну, естественно, он не будет родить за твое дело, единственное, за что он будет родить, это получать свои бабки, и, на самом деле, сколько ему ни плати, ему всегда будет мало, это я, опять же, вспоминаю себя, да, и предыдущее свое место, то, что я рассказывал в предыдущем ролике, вот с этой стороны, да, мне напомнили, показывай на шкаф, подсказка будет появляться около шкафа, и, в общем-то, мы договорились, что я буду как-то в том числе помогать ему с работой, выходить периодически продавцом, я это делал, и именно когда я выходил, я увидел, что, естественно, когда работаю я и предлагаю свой товар я, дело идет намного лучше, в те времена наш народ боялся заказывать товары из-за границы, да и будем честны, увидеть что-то и забрать прямо здесь и сейчас, при условии, что цена на товар адекватная, намного удобнее, приятнее и логичнее, чем ждать что-то по почте. Это сейчас есть отличные площадки внутри страны, где можно найти все, что угодно, и в считанные дни получить желаемое, а тогда нужно было ходить ногами, искать или шерстить объявления в газетах из рук в руки, ну или на тематических форумах. Вот возьмите хотя бы тот же Авито в 2019-м. Все собрано в одном месте. Хочешь игры, хочешь книги, хочешь аниме, хочешь вообще карданный вал для своей тачки. Искать можно как в своем городе, так и по всей России. А Авито доставка привезет все в пункт выдачи рядом с твоим домом за несколько дней. Проверить все можно на месте, поэтому не будет даже проблем с недобросовестными продавцами. А сейчас вы вообще сделали возможность подписываться на продавцов, чтобы не потерять нужные вам контакты или не пропустить интересные товары, которые выкладывает интересный вам человек. Я, кстати говоря, в скором времени буду выкладывать свои дубли и еще кое-какие ништяки, поэтому можете смело подписаться на меня. Даже если не чтобы купить, а чтобы просто поглазеть на всякое, как тогда в магазинах, только не выходя из дома, выгребу вот все остатки из своего бывшего аниме-магазина, да выкину за три копейки. Лол. Нет, серьезно, если хотите быть в курсе, когда я выложу что-то интересное, подпишитесь на меня. Ссылочка будет в описании рядом со всеми остальными социальными сетями. Очень прикольная функция. Поскольку, само собой, у меня не было какого-то огромного запаса денег, я, наверное, потратил на первое, так сказать, вливание в свой магазин, ну, 1200, может быть, 250. Нужно понимать, что это было при курсе доллара, там, в 30 рублей, да, то есть это были совершенно другие деньги, то есть, как сейчас, наверное, полмиллиона. Я очень сильно сомневаюсь, что сейчас нашел бы такие деньги, чтобы вообще попытаться хоть чем-то заняться, но тогда все было проще. И, естественно, в эту сумму входила еще и стоимость витрин, которые я делал. То есть, я, естественно, не покупал уже какие-то готовые, то есть мы ездили с моим братаном, покупали материалы, отдельно врезки стекла заказывали стекло, чтобы витрины были прозрачными, чтобы они не мешали обзору, все это дело собирали. И, помимо этого, естественно, нужно было купить какой-то товар, да, и, естественно, речь не шла даже близко ни о каких лицушных зарубежных дисках, да и кому они были нужны, кому он. То есть, в тот момент вряд ли кто-то согласился бы покупать, ну, пусть даже там DVD стоили там 7-8 долларов, если их заказывать и привозить из-за бугра лицушные. Там не было русской дорожки, да, они были красивые и упакованные, но при этом можно было за 150-120 рублей купить болванку с кучей серии любимого аниме, но еще и на русском языке, с переводом какой-нибудь 509-9 или Куб 7-7, озвученный для коммерческого просмотра. Ну, естественно, никого это не волновало, господи, камон, какая разница. Я устроил какой-то небольшой такой ресерч рынка и был достаточно сильно удивлен, что на штамповке DVD-шной практически не было каких-то популярных сериалов, аниме, да и даже полнометражек, помимо, наверное, Хаяо Миядзяки. Это было очень странно, потому что в тот момент, например, опять же, Наруто набирал безумную просто популярность. Его показывали по Fox Kids, возможно, он уже даже Jetix к тому моменту был. Уже показали Шамон Кинг, уже показывали Аватара, хотя Шамон Кинг и Аватар не аниме, но все равно это такой около Шонен Джамповский американский сериал. И все это пользовалось просто огромным спросом, но при этом ничего не было на штамповке. И далеко не ходя, я решил, что а что бы нет, я буду делать то же самое, что делал с JRPG в уютном подвальчике. То есть я выкачивал MPEG-4, причем выкачивал их, естественно, с одноголосой озвучкой, субтитры никто бы не стал смотреть. Можно было, конечно, запариться и делать, там, знаете, прям полноценные DVD по несколько серий на диске, чтобы была и русская дорожка, и японская дорожка, и субтитры, чтобы все могли смотреть. Но, будем честны, основной аудиторией моего аниме-магазина, ну, я даже, наверное, могу назвать его Наруто-магазином, на самом деле, спустя какое-то время, были дети. И все, что им было нужно, это посмотреть то, что им нравится, только то, что не показывают по телевизору. Естественно, обязательно на русском, как с видеоиграми сейчас происходит. И, не мудрствуя лукаво, я просто посмотрел, на какой примерно серии сейчас остановился показ на Fox Kids, скачал следующие 100 серий, серий по 10, наверное, закатал их на болванку с русской озвучкой, и сделал прям целый пак этих серий, этих DVD-дисков, и выложил их, по-моему, что-то типа по 150 рублей. Должен сказать, что я уже к тому времени не особо смотрел телевизор, но когда я работал последний месяц в уютном подвальчике, еще только-только начали показывать Наруто на Fox Kids, про Наруто спрашивали столько раз, что в уютном подвальчике еще про игры, что я прям даже не знал, куда бежать, на PlayStation 2 была целая куча игр, на английском, причем было их, если я не ошибаюсь, одна или две, на штамповке их все еще не выпустили, хотя спустя какое-то время, естественно, их выпустили, когда прохавали, когда я уже продал столько дисков самописок, что они уже нахер были, никому не нужны, а в Японии выходила просто целая куча игр, и на японском покупали Наруто только в путь, при том, что на самом деле я сам смотрел Наруто, и Наруто Шипуден, я точно помню, вот был просто файтинг, их, по-моему, Ultimate Ninja, 4 или 5 серий было, в итоге все перевели на английский язык, но в то время там на английском было одна или две, и был, который назывался Uzumaki Chronicles, потом на английском, и выпустили Uzumaki Chronicles 2 на английском, опять же, я играл во все это на японском, я проходил сам, искал гайды, и, в общем, совершенно без проблем покупали на японском, это все для PlayStation 2, учитывая то, что я играл, я рассказывал про проблемные места, и все были в восторге, в общем, я знал, что Наруто в фаворе, и не просто так начал выкачивать это все дело и заливать, плюс, по Fox Kids показывали еще только первый сезон, хотя в Японии уже давным-давно закончились все эти 220 серий оригинального сериала, и уже вовсю пошел Шипуден, и я точно не помню, я точно могу сказать, что я сам Шипудена посмотрел, наверное, серий 50 уже, ну вот, к последнему, так сказать, моменту, а оригинального посмотрел серий 150, наверное, когда пошли филеры, уже все, сил не хватало, но к моменту, когда я сделал аниме-магазин, вышло, наверное, серий 30 Наруто, Шипудена, и я их тоже выкачивал, и серий по 8, наверное, кодировал, и заливал на DVD-болванки, и выставлял в продажу. Ну, естественно, Наруто был не единственным, что я продавал на DVD, я разбавлял все это дело какими-то своими любимыми сериалами, популярными на тот момент сериалами, единственное, что я прекрасно понимал, что основная моя аудитория дети, поэтому я старался записывать какие-то небольшие сериалы, которые могут поместиться там на одну-две болванки, ну, естественно, не напихивая там по 50-70 серий, Black Lagoon 24 серии, если я правильно помню, 12 на одной, 12 на другой, Full Metal Alchemist пользовался тоже популярностью, Bleach, по-моему, начал писать, но тоже буквально серий 30 не зашло, спросом не пользовалось, хотя казалось бы, да, странно. Я думаю, что это все-таки вот вот этот вот стадный инстинкт, да, вот Наруто показывают по телеку, в школе все знают, поэтому берем облич, ну, хэзэ, типа какая-то странная штука. Ну, и опять же, да, естественно, всякие там Шимон Кинги, аватары, хоть не анимы, но я уже сказал, все равно пользовалось популярностью, потому что показывали по телеку. Естественно, естественно, DVD-диски были не единственным, я все это дело разбавлял фигурками, значками, плакатами, вот этой всякой сранью. Часть того, что продавал я, было не купить нигде, потому что я заказывал какие-то штуки из Китая, из Японии, ну, из Японии на самом деле меньше, хотя, опять же, курс доллара был низкий, и поскольку я тоже, на самом деле, интересовался всей этой штукой, естественно, я не просто так, не из хайпа, что увидел там, что аниме-поинты есть какие-то, да, что они продают болванки там, что у них есть целая куча фигурок, что у них пользуются спросом. Я тоже интересовался этим делом, и поэтому в первую очередь решил сделать свое дело, именно связанное с японской культурой. Не знаю, насколько аниму можно назвать японской культурой, наверное, можно. И я тоже интересовался всем этим делом, и даже сам коллекционировал фигурки, тоже заказывал себе их где-то там из Америки, из Японии, из Китая. Нужно, кстати говоря, очень важно понимать, что вот то, про что я буду рассказывать чуть позже, как бы, да, если я продавал китайские фигурки, я никому ни в коем случае не рассказывал, что это оригинал, и не брал за них оверпрайз, поэтому, как бы, вы можете меня не говнить за это в комментариях, как бы, просто, это не смешно. Вот, и я сам, на самом деле, коллекционировал фигурки, и по Наруто у меня тоже было много фигурок, я очень много Наруто посмотрел, но в итоге, когда я стал заниматься этим, как, фолайф, да, зарабатывать на этом деньги, я продал в итоге все свои фигурки, потому что, вот то чувство, когда тебе приезжает огромная посылка, ты ее раскрываешь, собираешь эти фигурки, чтобы поставить на витрину, этого достаточно, тебе совершенно не нужно дома их хранить, достаточно того, что ты это все делал, потрогал, порадовался, и обрадовал кого-то другого. Возвращаясь к курсу доллара, и к ценам на самом деле серьезно, то есть можно было на той же PlayAsia купить просто целый набор фигурок Айонов, к примеру, из того же Final Fantasy, я говорю, что в основном я продавал, как бы, да, вещи, которые пользовались спросом у детей, но несмотря на это, поскольку я был involved в это все дело, я периодически заказывал какие-то фигурки из Final Fantasy, вот тех же Айонов, и на PlayAsia были хорошие скидки на какие-то менее популярные штуки, да, чем, я не знаю, на андроиды какие-нибудь, которые всегда пользуются спросом, и курс доллара позволял делать так, что ты покупал пачку фигурок Айонов из Final Fantasy, их можно было в розницу ставить по 600, по 700 рублей, то есть они в закупке реально там были там 300-400, это было очень здорово, и было очень приятно все это трогать, пользовалось это намного меньшим спросом, но все равно какие-то там единицы людей, которые приходили туда и видели это, иногда что-то покупали, но на самом деле, естественно, у меня был не полноценный аниме-магазин, а такой детский около-аниме-стор, потому что любой уважающий себя анимешник, это я вам как анимешник говорю, того времени, по крайней мере, просто пришел бы, посмотрел на все это дело, сказал бы, да, развернулся и ушел. Основная масса товаров, всяких брелков, там, маленьких фигурочек, она была с Дил Экстрим, да, был такой замечательный сайт, где можно было заказать, ну, грубо говоря, набор из шести брелков, или шести фигурок, там, за 10 долларов, на тот момент, там, 300 рублей, и каждый из них я продавал рублей по 100, по 150, то есть был навар хороший, при этом я вроде как бы тоже не херел, да, потому что они стоили не сильно дороже, чем болванка с мультиком, то есть по сути, как ребенок обычно приходит в магазин, ему дают на что-то одно, и он ходит и выбирает, и спрос действительно был большой, в какой-то момент он порвал просто все мои шаблоны, об этом я расскажу чуть-чуть позже, но действительно, действительно, я, наверное, вы знаете, я, наверное, скажу, что я обожаю Shonen Jump, за то, что в свое время Shonen Jump позволил мне год или два не делать абсолютно ничего, только благодаря Наруто. Всякие простецкие штуки, типа там всяких значков, там и вот этого всего барахла, типа плакатов, там календариков, естественно, я не заказывал за бугра, многие, кстати говоря, в комментариях к разным роликам спрашивали меня, знаешь, что я петербуржец, знаю ли я, что такое ДК Крупской, естественно, я знаю, что такое ДК Крупской, и вот всякую такую мелочь я брал именно там. В какой-то момент я приехал в ДК Крупской и нашел там, ну такой тоже около аниме магазин, то есть там явно тетушка, хозяйка, которая это все дело замутила, тоже знала, на что давить, и она продавала, как раз всякие значки, всякие там, я не знаю, плакаты, календари, книжки записные, все сделанное у нас в подвалах, там тоже связанные с Наруто, с Шамон Кингом и так далее. Мы с ней познакомились, я ей рассказал, что тоже, собственно, торгую такими штуками, договорились о неком бартере, я у нее покупал за закупочную стоимость вот эту вот всю чушь, которая почему-то тоже пользовалась спросом, и за это ей привозил свои всякие штуки, которые я заказывал за бугра, брелки, вот эти вот все там, может быть, какие-то маленькие, самые дешевые китайские фигурки, опять же, естественно, дешевле, как бы, чем это все в рознице у меня продавалось, но при этом не настолько дорого, чтобы она не могла на это накрутить свой ценник. И мы проработали, на самом деле, достаточно долго вместе, и в какой-то момент у меня даже возникла дилемма, потому что спрос на всю эту хероту, копеечную, по сути, возник такой большой, что в какой-то момент мне реально приехала огромная посылка, я заказывал уже для себя, для нее, там, может быть, немножко с запасом, и все равно у меня в магазине вымели просто абсолютно все подчистую, и приехала эта огромная коробка, и я думаю, блин, может быть, не отдавать ей ее заказ, ну, вроде как, неприлично, то есть, естественно, она никаких денег в заданиях не давала, мы просто договаривались, но, блин, у меня вот, я ей, естественно, отдавал дешевле, у меня такой спрос, вот у меня же сейчас это все сметут в два раза дороже, то есть, ей я же тоже отдавал дешевле, естественно, дороже, чем это стоит на Дил Экстриме, но все же, отдал ей, правда, не все, наверное, процентов 50 ее заказа, такой, ну, сорян, привезли меньше, но это была прям такая серьезная дилемма, называйте меня барыгой, бегите в комментарии, барыга, естественно, я, помимо всего прочего, продавал футболки, это вообще просто восхитительная история, потому что одни из своих самых первых футболок, вот сейчас очень здорово, в 2019-м, ты можешь вот купить себе олдскул плеер, за 5 долларов, если я не ошибаюсь, может быть, немного дороже, я показывал вот футболку в распаковке, с Walmart, там, да, через бандерольку, там, туда-сюда, тогда таких футболок не было, то есть, все, что продавалось, это был либо какой-то дженерик, там, Adidas, Nike, там, и так далее, либо что-то прям, ну, вообще мега, эксклюзивное, сейчас вы приходите в какой-нибудь Uniqlo, и там, внезапно, там, с One Piece серия, там, да, в H&M серия с толстовками Atari, Nintendo 64, тогда ничего такого не было, что сделал я? В магазинах компьютерных продавалась бумага, которая утюгом переводилась на ткань, я покупал футболки, не самые дерьмовые, но и не самые дорогие, я покупал эту бумагу, я печатал на них всякие арты с Naruto, с Shaman King, и так далее, переводил их утюгом по ночам, дома привозил в магазин, я не продавал их дорого, то есть, как бы, ну, маржа была не очень большая, но пользовалась просто безумным спросом, несмотря на то, что такие футболки, ну, наверное, после второй, после третьей стирки вытирались, и опять же, именно потому, что я знал, что они дерьмовые, я продавал их достаточно дешево, и опять же, может быть, именно потому, что я продавал их дешево, их очень хорошо скупали. Спустя какое-то время, через, там, несколько магазинов, рядом, появился чувак, который делал футболки очень хорошего качества, и мы договорились с ним, он печатал мне футболки с моими принтами, мы с ним, их вывешивали у меня в магазине, в общем, такой бартер тоже завели, партнерство, я бы сказал, эти футболки, на самом деле, самое смешное, продавались хуже, несмотря на то, что они были хорошего качества, это в 2019-м будете выбирать, купить футболку за полтора косаря и подумать, блядь, как дорого, но зато проносить ее полгода, или купить футболку за 300 рублей, то есть у вас не возникнет вопроса, а тогда просто приходили дети, покупали за 300 рублей, они были счастливы, что могут два дня прийти в школе в Наруто, а потом хоть трава не расти, вот тоже такая интересная телега. Опять же, с этой аниматематикой пошло все настолько хорошо, что мой товарищ, который помог мне, с продвижением всего этого дела с магазином, тоже это все дело увидел и такой думает, блин, надо вот тоже что-нибудь около анимешное привозить, он стал привозить какие-то халаты японские, ну на японский манер, какие-то гравюры там, или какая-то херня бумажная называется, это все тоже пользовалось огромным спросом, было очень здорово. В какой-то момент нашел чувака, который делает сумки-почтальонки с принтами, и это все тоже дело очень круто продавалось, но на самом деле, на самом деле, все равно, несмотря ни на что, лучше всего уходили именно диски с сериалами. И я помню два просто, блядь, восхитительных момента, это, знаете, я понимаю, что это совершенная глупость, типа, знаете, пират горит над пиратом, вот именно в такие моменты ты понимаешь, почему нужно покупать лицензию, и почему нужно платить за свое развлечение, там, за кино, за игры и так далее. Я должен сказать, что в тот момент, я не знаю, как сейчас, я уже давно этой херней не занимался, но в тот момент пережать импед 4 в DVD было, ну, как бы, реально работой, причем, если подтянуть дорожку, подтянуть какие-то субтитры, там, еще что-то, а я старался, прям, делать хорошо. И, мои диски с Naruto, особенно с Shippuden, он пользовался большим спросом, чем даже продолжение того, что показывали по ящику, они, прям, продавались просто восхитительно, и в какой-то момент их продажа люто упала. И, блядь, естественно, коллеги, это тоже было, опять же, в подвальчике, там, ну, немножко в другом, соседи мне сказали, слышь, говорит, чувак, а тебе на яблую, это такое, в смысле, ну, то есть, вот, говорит, вот смотри, вот у тебя, говорит, на точке работает девочка, как бы, да, а ее мальчик работает вот на другой точке, и когда к твоей девочке подходит и спрашивает, есть ли Naruto, она говорит, не, у нас нету, но вот там есть, что делал этот пидор, он, короче, он брал мои балванки, я понимаю, что это, типа, ну, воровство у ворованного, то есть, как бы, и так мне и надо, но это реально, это прям лютый ад, то есть, как бы, я так, блядь, что, ну, правда, справедливость ради, один единственный разговор и обещание просто начислить ему ебало, как бы, возымело действия, он больше так не делал, продажи возобновились, но это было достаточно смешно, плюс, значит, я как-то зашел в один из соседних магазинов и такой, в смысле, я вижу, на прилавке лежат мои диски с Наруто, я объясню, что значит мои, то есть, естественно, это были копии, да, но обложки для Шипудана, Шипудан не выпускал никто, то есть, как бы, ну, не делали их на штамповке, я, как я уже рассказывал, да, выкачивал, перекодировал, там, туда-сюда, вшивал дорожки, чуваки, значит, что делали, они, когда у меня выходил новый диск, значит, они приходили, а, то есть, ну, естественно, я выпустил все, что было, да, потом он за гоу, проходил там 3-4 недели, выходило 8 серий, я делал новый диск, чуваки ждали, они приходили ко мне, покупали у меня диск, начинали его копировать, прям, копировали обложку, как бы, нарисованную мной в фотошопе, блядь, и выставляли, там, ну, за те же деньги, у меня прям так загорелось от этого, я не будь дураком, естественно, я понимаю, что, ну, типа, пират пирату хрен что предъявит, я сделал проще, на тот момент, уже чуть-чуть, длинные DVD диски, они были до сих пор очень дорогие, и на самом деле, покупать их и писать на двухслойке, ну, было не очень выгодно, но, блядь, я понимал, что если я сейчас ебану, короче, новые серии на двухслойке, эти уроды не будут этим париться, то есть, они не будут перекодировать двухслойки в обычный DVD 5, как бы, да, они не будут тратить столько денег, чтобы покупать двухслойные болванки, и, в общем, буквально несколько последних выпусков Наруто Шипуден, сделанные мной, перекодированные из MPEG-4, они выходили на DVD 9 болванках, я терял с этого денег, но, никто не мог больше, ну, в смысле, из соседних подвалов это все дело скопировать, мог, но это было им невыгодно, поэтому все клиенты обратно шли ко мне. Пират 90-го левела, епта. В какой-то момент я совершил такую, достаточно непростительную ошибку, я со всего своего бонуса, со своей маржи, которую я получал, с магазина, я решил не вложиться в то, чтобы купить что-то еще, как бы, да, для магазина, а решил потратить их на себя. И у меня, скажем так, по товару началась небольшая просадка, и я бы мог сказать, что закончил я свое дело с анимым магазином именно из-за этого. Но вы знаете, наверное, это единственный случай, когда я должен быть благодарен вот этому демпингу сраному и вот этому ужасному нашему политическому строю, из-за которого мы уже три или четыре раза были кинуты на курс доллара, в 2008-м произошел полный сдец. Интересно, что я только что матерился, а теперь вместо пиздец сказал сдец. И детям перестали давать деньги. И мой бизнес стал такой ту-ду-ду-ду-ду-ду потихонечку сваливаться, потому что в первую очередь, как я уже говорил, он был рассчитан на детей. Что сделал я? Дробнул все нахер и уехал в Москву. Это было связано с личными какими-то вещами, да, я не буду ими делиться, уж извините, но, да, я мог бы сказать, что я проебался, потому что стал слишком жадным и захотел потратить на себя, но на самом деле мне повезло, что я не могу сказать этого. Это была история о том, как у меня был анимомагазин. Ребят, я не обещаю, что в следующую пятницу выйдет еще один ролик, я только не работал, вполне возможно у нас будет недельный перерыв, но может быть и нет. Спасибо всем, кто до сих пор продолжает с интересом смотреть эту серию, остальные ролики тоже будут. Если понравилось видео, не забывайте поставить большой палец вверх, подписывайтесь на канал, если вы сегодня здесь впервые, а у меня на сегодня все, до скорых встреч, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok